Добрый день, в эфире программа Paradox, с вами идущий Степан Демура. Сегодня мы поговорим о, так сказать, общем взгляде на происходящее в стране, если возможно такой взгляд найти, что это за такое замечательное общество у нас построено, каковы дальнейшие перспективы его развития. В гостях у нас Сергей Васильевич Городников, драматург, политэкономист, публицист, философ, политик, ну и также физтех, если я не ошибаюсь. Да. Вы, наверное, сдавали гос по научному коммунизму. А, то есть настоящий физтех. Да, да. Мы были последний, кто его сдавал. Да, вы тоже физтех? Да, 80-го года. Брат, брат Пальмоматор. Ну, на самом деле, хотелось бы начать передачу с того, что вы не успели осветить на одном деловом канале, а именно вот в результате действий на матвейском рынке вырастут цены на арбузы или нет? Мы как-то не успели. Да, но это зависит от погоды, от неких обстоятельств, от решения нашей власти. Решит наш президент, что нужно вырасти? Вырастет, не решит, а не вырастет. Но это же практически как Кемерчен получается. Съездил на свиноферму, увеличился приплод два раза. Ну, у нас фактически рынок-то умирает. То есть та система, которая была запущена в 93-м году, она исчерпала себя. Вот надо понимать, что любая модель... Сергей Васильевич, а какая система была запущена? Запущенная система либеральной спекуляции, то есть либерализм сам по себе, как идеология, он вырос из космополитизма древнегреческих полисов, который в свое время перерос в гуманизм Римской империи, поздней Римской империи. И сейчас он развился, ну вот за последние 200 лет, особенно он развился после французского посвящения, когда он получил мощное идеологическое обоснование, он развился в мощную идеологию, которая, по сути дела, обслуживает спекулятивно-коммерческие интересы. То есть финансовая олигархия практически. Да, финансовая олигархия. Вот мне тут один комментатор по моей статье сделал замечание, что вы апеллируете к Марксу, что вот Маркс, мол, сделал критику спекулятивно-коммерческого капитализма, но мне пришлось ему напомнить, что на самом деле впервые об этом заговорил в создатель собственной экономической науки, как таковой Аристотель. Он разделил, он экономикой назвал умение, вернее, до него ксенофон ввел это понятие экономики, но он уточнил, что экономика это умение хозяйствовать в условиях рынка, а умение делать деньги, он выделил как отдельно, это особенно финансовая спекуляция, крупные торговые компании, он выделил в отдельное направление, назвал это хрематистикой. И сам по себе он критически отнесся к хрематистике, потому что сказал, что искусство делать деньги безграничное, то есть умение делать товары ограничено, то есть вы все время ищите способы каким-то образом разнообразить товары, чтобы рынок ваши товары потреблял, и у вас из-за этого есть некий динамизм развития. Но искусство делать деньги, оно само по себе бесконечно. Да оно, по-моему, не меняется тысячелетиями. Да, абсолютно. Оно и тоже. Совершенно верно. Просто токсический процент называется. Да, и на самом деле это финансовая спекуляция, это отражение общей спекуляции. Это когда уже на той стадии развития капитализма, когда уже деньги превращаются в товар, то есть универсальный товар превращается в предмет торговли, в предмет спекуляции. То есть это когда уже достаточно развитая экономика, когда очень мощные идут потоки данного конкретного общества с другими обществами, высокая торговля. Эта ситуация приводит к тому, что выстраивается вот такой вот какой-то дуализм в условиях рынка, когда начинают противоборствовать две системы, то есть экономика, собственно, и хриматистика, грубо говоря. Но буржуазная революция, ну я тут немножко хотел бы толкнуться от традиции русской политической культуры. У нас как-то об этом мало говорят, я даже вообще не знаю, кто бы об этом говорил, кроме меня. Не, ну мы же вышли за дворок Европы, и до Петра Первого ничего не было. Нет, я думаю, что не в этом дело. Ну нам так говорят. Да, дело в том, что без политэкономии вообще невозможно говорить о неких теориях в развитии экономики, общества. Потому политэкономия и появилась, собственно, в достаточно развитых условиях Англии. То есть создатели политэкономии Смит, Адам Смит и так далее. Но у нас Ельцин, по-моему, в 96-м году запретил преподавать политэкономию. И в результате у нас вот сейчас начинаются очень серьезные проблемы в мышлении. У нас зато преподают и пропагандируют, так называемую, современную экономику, которая таковой, по-моему, не является. Да. Хотя политэкономия, на мой взгляд, значительно больше относится к реальности, чем то, что мы имеем сейчас. Ну, она абсолютно большее отношение к реальности, хотя бы просто потому, что она единственное объясняет, например, почему у нас сейчас развал производства. То есть это классический вот закон, самый главный залитком политэкономии, классический закон Маркса. Закон обязательного соответствия производительных сил и производственных отношений. Как только общественно-производственные отношения разрушаются, а у нас они разрушаются 20 лет, так и производство разваливается. То есть вы не можете создать, ну, как в Африке, современное производство, ну, там вложите миллиарды, триллионы. Там оно просто будет поглощать, прожирать эти триллионы. Ничего там на выходе не получится. Выход только в наиболее развитых странах появляется. То есть, собственно... Кстати, извините, я спираю, подтверждение ваших слов. Была у нас в России такая замечательная инвестиционная компания «Ренессанс Капитал», которая обанкротилась. И они очень сильно попали на своих вложениях в Африку. Они подходили к Африке как раз с точки зрения обычных экономистов. Мы сделаем бизнес-план, мы не будем учитывать особенности общества, особенности населения. Мы просто сделаем бизнес-план, как на Западе, и будем туда что-то инвестировать. Доинвестировались. Нет, Степан, тут надо момент учесть, очень важный момент. Дело в том, что после всякой буржуазной революции, буржуазная революция приводит к хаосу. Что такое буржуазная революция? Это когда государства и общества, созданные в Средние века, как земледельческие государства и общества, рушатся. То есть гибнет государство и общество, и созданное в Средние века, это вот как народ, народно-патриотическое общество. И начинает мучительно зарождаться новая система общественно-государственных отношений, как буржуазно-городская. То есть у нас, как классически произошла, собственно, классическая европейская модель. То есть большевистская революция, это была протестантская реформация в чистом виде. И недаром Ленин, как и Петр Великий, прожил там в Женеве, ну, Петр Великий в Голландии, а Ленин в Женеве долгое время. А Женева – это центр духовного кальвинизма. И вот это, и классически через три поколения после реформации начинается буржуазная революция. То есть как было вот в Англии, да-да-да. Три поколения идет разрушение сознания и старого. И постепенно возревает новое сознание такое с городскими интересами, с рыночными интересами, с капиталистическими представлениями. И вот эта ситуация приводит к тому, что происходит буржуазная революция. Но когда она произошла, вот у нас она произошла в 1989 году. Я впервые об этом, знаете, столкнулся, когда меня приглашали в инновационный совет при Силаеве, еще при Ельцине. Тогда его инновационный совет создавал такой Лебедев, Альберт Лебедев. Он сам был директором ВПК на Алтае, а в эти смутные времена попал наверх. И он предложил Ельцина на Верховном Совете, именно он его предложил избрать председателем. Потом не раскаивался, нет? Нет, но он хотел спихнуть Силаева. И ввел себя так, что вот он раз имен Ельцин обязан, то есть он совершил классическую ошибку людей, как и Березовский потом совершал, что если я кого-то выдвинул и поставил человека, то он мне обязан, а те, кого выдвинули, не любят быть обязанными и зависимыми. И вот он в конечном итоге, кстати, у него была идея стать премьером, а так когда был острейший кризис идеи, что делать, острейший кризис, то он создал инновационный совет, понабрал людей, которые могли что-то новое предлагать в самых разных направлениях. И вот когда он мне задачу дал, напишите, что должно будет происходить. А тогда это был инновационный совет, там ранг замминистра, он сам был первым заместителем Силаева и вел себя очень... Так, ну, дело не в этом. Сергей Васильевич, я вынужден вас прервать, оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Добрый день, мы снова в эфире, это программа «Парадокс». У нас в гостях Сергей Васильевич Городников, драматург, политэкономист, публицист, философ, политик. Рассуждаем мы о том, что произошло в нашей недавней истории, вернее, в истории нашей страны, что происходит сейчас и что будет происходить дальше. Тему динамики цен на арбузы мы уже не затрагиваем. Сергей Васильевич, мне пришлось вас прервать. Вы извините, я немножко уходил от темы. Тема такая, что в любой буржуазной революции, когда идет разрушение старого государства, распадаются все связи, особенно в сложных производственных отраслях. И в этой обстановке выживает только спекуляция, никакого рынка на самом деле. То есть диктует все спекулянт. То есть кто захватил товар, кто начинает перепродавать его по спекулятивным ценам населению, он приобретает первый капитал. И поскольку задача власти в этот период как-то контролировать эту ситуацию, то она сама начинает сживаться вот с этой же ситуацией, спекуляцией. То есть спекулянты, когда накапливают деньги, начинают покупать, подкупать политиков, начинают, потому что только у них появляются деньги. Они начинают контролировать обстановку, ситуацию. От них начинает зависеть настроение масс. То есть если они устроят так, ну, кстати, и вот мы это пережили в начале 90-х годов. И выстраивается такая система, когда только те, кто занимаются спекуляцией, финансовой спекуляцией в том числе, начинают контролировать все, абсолютно все. И вот в 93-м году, вот переворот наш в 93-м году, этот знаменитый, да, 3 ноября. Бейтаровский, так называемый. Это было на основе классическое установление диктатуры тех сил, которые создали капитал на спекулятивной ростовщической основе. Это было то же самое во французской революции в 94-м году. Это, так сказать, термидорианский переворот. И установив свою диктатуру, они начинают переходить к превращению всей страны в товар. Всего в товар. То есть, поскольку они захватывают власть, поскольку они стремятся превратить свои интересы в господствующие. И в этом ключе очень им подошел Гайдар с его идеями либерального рынка, либеральных реформ, революционных по своей сути, которые запустили как бы обоснование, вот идеологическое и политическое обоснование господства вот этих вот интересов. И эти интересы, так сказать, переживают несколько моментов. Сначала идет просто разворовывание, главным образом финансово, ну, того, что легко лежит. Это разворовывание приводит к колоссальному кризису. Вот у нас дефолт 98-го года. После этого дефолта приходит, начинается резкая модернизация власти, связанная с тем, что для того, чтобы выжить этим вот силам, вот олигархам, им нужно установить жесткий контроль над страной. То есть они начинают поощрять выстраивание чиновно-полицейской диктатуры, то есть некого вот аппарата управления колоссального, который им позволит решать их задачи. Ну, в частности, они начали... Сохранение власти и собственной жизни, практически. Да, собственной жизни и своих интересов. Главное у них это собственность. Собственно, это когда выдвигали, так сказать, Степашина, потом Путина, Дерезовский, он четко это сформулировал, что нам сейчас не нужна идеология больше, нам не нужен идеолог во власти, нам нужен человек, который сохранит наши интересы. То есть вот тех семей олигархов, семей баркинщины. И они начинают вкладывать, вот люди, которые наибольшей мере наворовали финансов, они начинают вкладывать в превращение уже, ну, скупку всего, что есть в стране, и превращение его в товар для того, чтобы уже вывозить уже товар, уже не деньги захватывать, а вывозить этот товар там за рубеж или еще куда-то. И на этой спекуляции товарами, в том числе акциями, уже дальнейшее увеличивает свои капиталы, свои состояния. Но в этой ситуации начинается нарастание конфликта бюрократии, которая как бы защищает их и создает аппарат для защиты их интересов. И ими, то есть бюрократия, приобретая силовые средства, она начинает их оттеснять, и вот эта борьба под Путина. Вот Ходорковский, например. Абсолютно верно. Он систему породил, она его погубила. Совершенно верно, и Березовский тоже самое. Все вот, кто создавали сначала систему, они все попали под ее нож. Ну, Дерипаска остался. Да, да. Ну, те, кто быстренько приняли правила игры, подстроились под это господство бюрократии. И в конечном итоге бюрократия, ну, вы знаете, когда деньги начинают превращаться в основной вид власти, когда нет ни идеологии, ничего, то любой руководитель страны, любой, кто бы он ни был, каким бы он был честным, он стремится создать такую ситуацию, чтобы его друзья приобрели наибольшую собственность. Наибольшее влияние, поскольку деньги это власть. Да, тем более обеспечивали его поддержку для того, чтобы, кстати, и когда объявляют, что Путин там созвал этих друзей, и все они превратились в мультименеров, и Запад орет, и об этом и наша оппозиция. Просто естественный исторический процесс. Это абсолютно объективный исторический процесс, его нельзя перепрыгнуть. Но эта система, как только исчерпались ресурсы для захвата, превращения в товар, спекулятивный товар, она прекращает работать. Вот начинается кризис, она не может перейти, она и хотела бы перейти к развитию производства, но сама система создается такая, что... Она направлена просто на утилизацию страны. Да, на того, что было в прошлом сделано, прошлыми поколениями, она превращает это просто, как вы правильно сказали, в утилизацию. И остановиться не может, потому что целые слои людей отбирались. Принцип отрицательного отбора. Да, и не случайно, абсолютно не случайно у нас такое колоссальное количество во власти юристов и экономистов, которые получали вот в это время экономическое образование. Юристы обосновывают это дело, так сказать... Экономисты строят планы до 2020 года. Да. Причем это безобразие, оно приводит как раз и приводит к тому кризису юридической системы, которую мы наблюдаем. Но это особый разговор, это надо, кстати, объяснять, почему это глубокий кризис, он неизбежно порождается вот этой системой. И в конечном итоге вот нарастает проблема того, что уже даже те, кто имеют капитал, они не знают его во что вкладывать. А путь на Запад закрыт. А путь на Запад закрыт, ну как-то они убегают. Вот если верить вот эксперту, я помню, статья была в прошлом году, то за четыре с половиной года убегство капиталов у нас, ну практически это годовой бюджет страны. Ну там у нас где-то 250-300 миллиардов уходит. Ну да. В год. Серыми. Ну это серыми, да, но как бы официально. Ну Кипр им показал, что, ребята, ваши деньги, они только в вашем воображении. Ну правильно, то есть вот эта ситуация, она приводит к тому, что постоянно власть начинает шуметь, что ей нужны инвестиции внешние, свои собственные инвестиционные капиталы она не может создать, помимо отрасли, ну как вы, сырьевых отраслей. И постоянно ищет инвестиции, а поиск инвестиций, он превращает страну в сырьевой придаток, потому что вы начинаете зависеть полностью от тех концепций развития. Которые есть там. Да, а развитие идет не в сырье, оно идет в технологиях. Рынок развивается через технологии, то есть любой кризис, он подталкивает развитие технологического рынка, потому что создаются новые товары и тем самым они выводят. Ну это классическая Кондратьевская теория. И вот эта вот ситуация приводит к тому, что сырьевая модель, чем более она сырьевая, тем она больше погружается в тяжелейший внутренний кризис. И мы наблюдали этот кризис особенно ярко в Соединенных Штатах. Я почему это говорю о Соединенных Штатах, люблю этот пример, потому что наши патриоты, они любят Европу приводить в пример, там, Веймарскую Республику. Я тоже ее, кстати, изучал. Но я считаю, что из-за того, что у нас вот сырьевая олигархия сложилась очень мощная, очень влиятельная и, по сути дела, господствующая. У нас Собянин, Ациолий олигарх, которые вытеснили этих строительных олигархов, которые представлял у нас, так сказать. То есть окончательно они захватили страну, сырьевая олигархия, она наибольшей мере, вот, похоже, что у нас происходило в Соединенных Штатах до Гражданской войны. Собственно, перед Гражданской войной, там, 40 лет после изобретения Челнока, вот, который предельно Челнока, 40 лет выходцы из южных штатов сырьевых господствовали в политике. Демократическая партия, практически все были выходцы, почти все, там, по-моему, два года был представитель СССР, а так, 40 лет господствовали выразители вот этих плантаторских и тесно связанных с ними банков Нью-Йорка. То есть вот эта вот мощная олигархия, а после того, как хлопок изобретение станка, оно потолкнуло переход от домотканной одежды к ситцевой, и вся Европа стала переходить на ситцы, и хлопок превратился в самый дорогой товар. Вот сейчас сырьевой товар, у нас сейчас нефть, а тогда хлопок, он до начала 2000-х, 20-го века был самым дорогим сырьевым товаром, кстати, до появления автомобилей. 19-го века. До конца 19-го, до начала 20-го, до появления автомобилей, собственно, которые привели к спросу на нефть, такому колоссальному. ДВС, веке внутреннего сгорания. Да, да, а до этого хлопок, и вы же помните, как у нас Челкаш, который занимался контрабандой хлопком, тогда самое дорогое было сырье, и можно было получать наибольшую прибыль через контрабанду. Вот эта ситуация, она привела к тому, что в Америке сложились самые благоприятные условия в Соединенных Штатах для выращивания хлопка. То есть, в отличие, допустим, от Индии, Индия густонаселенная была, а в Соединенных Штатах огромные пространства в Южных Штатах. Климат все на свете. Климат, да, и огромные пространства, слабо заселенные племенами. И вот их начали выгонять, вытеснять вот с этих пространств и пространства Южных Штатов, переводить, кстати, на хлопок. И из-за этого, собственно, вся политика захвата была, движение на, кстати, у них Дикий Запад шла из-за этого. Но когда в мире в 1857 году разразился кризис, очень мощный, кстати, и спрос на хлопок резко упал, то в Соединенных Штатах начались внутренние политические пертурбации, в результате которых победила партия республиканств неожиданно совершенно, вот Линкольна. То есть это националистическая партия англосаксов, то есть англосаксонские северо-восточные штаты, они жили за счет развития производства. За счет того, что импортировали из Англии оборудование, там пытались развить, там основная эмиграция шла. Интенсивный путь развития. Да, интенсивный. Экономический именно, а не спекуляция товаром. Потому что в Англии уже произошла к тому времени промышленная революция. Первая страна, которая пережила промышленную революцию, постила на, кстати, индустриальные рельсы, перевела производство. И вот носители этой культуры и идеологии, философии индустриальной революции, они в основном селились в северо-восточных штатах Новой Англии. И вот они создали эту партию, которая была недовольна той политикой господства сырьевой олигархии. И победили. Но сырьевая олигархия не захотела признать. Она пошла даже на то, чтобы расколоть страну. То есть вот мы, я не удивился бы, если бы вот у нас, если бы, а у нас все к этому же идет, к такому же развитию событий, я думаю. Ну, я вас прерыву, потому что был, по-моему, месяц назад опрос в ЦОМа. И задавали респондентам один вопрос. Считают ли они, что в стране сложилась революционная ситуация? Причем было дано определение революционной ситуации. Так. Мы вернемся после небольшой паузы. Добрый день. Мы снова в эфире. В гостях у нас Сергей Васильевич Городников. Драматург, политэкономист, публицист, философ, политик. Также физтех. И говорим, мы обсуждаем, вернее, откуда и как появилась ситуация в стране, которая сейчас существует. Как она будет развиваться. И что будет дальше, чего ожидать. Так вот, был проведен опрос и был задан вопрос, считают ли респонденты, что в стране сложилась революционная ситуация. Причем было дано определение революционной ситуации. Именно импотент на простудке. Верхи не могут, низы не хотят. 57% респондентов ответили положительно. То есть это уже наводит на некоторые мысли. Если заменить хлопок нефтью, то, в общем-то, как-то становится не то, что страшно, а появляется некая надежда на светлое будущее. Потому что я вот, если вы не знаете, я вашу цитату зачитаю, да? Это вы давали по моему интервью эхо Москвы. Никакого процветающего капитализма они не смогут построить. Потому что никогда не смогут понять роль и значение общественного сознания для современного капитализма, для свободы товарно-денежного обмена. Единственные, безусловные, способности, которые они проявят в конечном итоге, будут способности к асоциальному индивидуализму, то есть социопатии. Это я перевожу на язык Петерима Сорокина. То есть социопатии, следствием чего станут тяга к воровству, казнокрасту, взяточеству, связям с бандитами, склонность к ростовщичеству и всяческому мародерству. А больше того, даже и экономические и хозяйственные формы в нем не пойдут по пути развития рыночных производительных сил, требующих общественных и социально ответственных отношений. Это называется деградация элиты. Ну, я бы сказал, что у нас не деградация элиты, а у нас элита сложилась в тех условиях, которые были заложены в начале 90-х годов, шел отбор. То есть последний человек, который защищал интересы производства, на мой, как я помню, был Каданников, то есть директор ВАЗа, когда его сделали министром на короткий срок у Примакова. Последний был представитель промышленности, который был у нас в правительстве. После этого у нас только... Экономисты и юристы. Юристы и олигархи. Причем питерского разлива. Ну, это даже не важно питерского, а те, кто обслуживает олигархию. У нас питерская верхуш... Питер вылез на том, что они вовремя сели на посредничество в торговле нефтью. То есть через их порты пошла нефть, и вот все вот Путин, вся вот эта вот структура, они вышли, поднялись на нефть. У нас вся сейчас верхушка так или иначе вышла вот через обслуживание нефти. То есть вовремя. Нефть тогда была дешевая, и, в общем, казалось не очень... Перспективной. Да, перспективной, но в конечном итоге казалось, что она единственный у нас источник получения валюты. И получи, естественно, кто контролирует источник получения валюты, он только и может держать ситуацию в стране под каким-то контролем. И вот эти люди в конечном итоге вытеснили всех, всех остальных прочих. И у них мышление именно такое, и изменить его невозможно. Вы понимаете, это вот еще Макиавелли об этом говорил неоднократно, что в истории не было ни одного государя, который бы смог измениться в процессе правления. Понимая, что изменилась ситуация, что бы смог себя изменить. Потому что каждый государь приходит в определенных обстоятельствах, с определенным характером, с определенными способностями, которые оказываются адекватными данной ситуации. И он наилучшим образом решает эту ситуацию. Но когда ситуация изменилась... Он не способен принять решение. Да, он пытается действовать по-старому, а ситуация-то изменилась. Потому что очень хорошо, что вы подняли этот вопрос, потому что сейчас существует несколько таких течений, а-ля патриотических, которые утверждают, что внутри самой власти найдутся силы, которые изменят ситуацию. А ответ простой. Не найдутся. Их там нет и быть не может. Вы знаете, вот когда вы говорили о революционной ситуации, то Ленин, когда он сформулировал, он на самом деле из нескольких пунктов, и пункт «Верхи не могут» это был, по-моему, третий или четвертый пункт. Первый пункт, Ленин сказал, что когда внутри господствующего класса начинаются конфликты о том, как развиваться дальше. То есть, вы понимаете, вот у них сейчас нарастает какая проблема? Исчерпаны ресурсы. То есть, запросы огромные, а делить ресурсы приходится. В пирожок сжимается. В пирожок сжимается. И он начинается грызня. То есть, по сути дела, вот из-за этого, собственно, и поднимается роль Путина, потому что он оказывается третийским суднем в этой грызне. То есть, он в конечном итоге распределяет потоки, кому помочь или кому не помочь. Кризис восьмого года, наглядный пример. Совершенно верно. Кризис, он у нас и установил тиранию, классическую тиранию. Что такое? Почему произошел у нас переход к тирании? То есть, по сути дела, когда одна личность формирует. Всю политику бесконтрольно, на самом деле. Потому что до восьмого года олигархи у нас еще могли как-то посамостоятельно добывать ресурсы. Но кризис привел к тому, что они либо ванкротились бы, либо они побежали к власти, к президенту. Дайте денег. Дайте денег спасти наши компании. Мы градообразующие предприятия. Да, 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 да. Иначе будет безработица. Из бюджета стали в них колоссально вливать деньги. Но тот, кто решает в конечном итоге, потому что у вас слишком много прибежало, а я дам тем, кто на самом деле мне лучше лежит зад, извините за выражение. И вот получилось так, что, кстати, он стал ключевой фигурой в распределении тех ресурсов, которые... Ну, его команда, скажем так. Да. Ведь он же не один, он олицетиряет не другую команду. Да, да. И их власть стала абсолютной. То есть, если до этого были еще какие-то попытки создавать альтернативные какие-то финансовые вливания в какие-то проекты, то после 2008 года это все у нас вылилось, окончательно сдохло. И, собственно, избрание президента и конфликты с обществом, это отражение вот этой ситуации ненормальной. И она привела к тому, что у нас на самом деле сейчас все зависит от одного человека. Потому что вся система зависит от одного человека. Вы просто, вы говорите условно от одного человека, да? Да, нет, я говорю абсолютно от одного человека, потому что уход его лично, он вызовет такой конфликт. То есть, для того, чтобы какая-то победила какая-то группировка и пришел новый человек, нужно время. Нужно некий там год-два, чтобы утвердилась их власть, чтобы они поменяли там на ключевых постах своих, расставили людей. А этого времени уже нет. Нет, правильно. У нас очень короткий остался промежуток времени до проблем колоссальных. Вот осенью уже, по-видимому, уже рецессия. Если не осенью, то в следующем году. Да, уже рецессия началась и, кстати, остановить ее уже невозможно в нынешней системе. Вот вышли, кстати, последние данные по продажам автоваза, они рухнули на 20% в июле. Ну, в прошлом году уже, после того, как банки, наши крупнейшие 30 банков перешли на фабрику кредитов, да, уже инвестиции упали резко. То есть, опять-таки, инвестиции стали только в 9-10 месяцев. В основном в коммерческие структуры, которые быстро делали оборот и брали в основном на кассу. То есть, вот у них в кассе сейчас нет, надо быстро взять. И структура, которая в основном связана с бюджетом. Да. Ну, и вот упало, по-моему, до 16% инвестиции. И в основном это банки государственные только. То есть, по приказу правительства вкладываются. То есть, вот эта вот ситуация, она говорит о том, что у нас вызревает полномасштабный кризис системы. То есть, вернее, модели. И вот система сама по себе ни о чем не говорит. Вот модель говорит, что мы сами, мы все время развиваемся в неких рамках моделей. Вот создается некая модель, как Петр Великий создал такую модель. И Россия развивалась до 17-го года, пока все это не стало разваливаться. Пришли большевики, Ленин создал новую модель. И вот 70 лет страна развивалась. Вот сейчас вот мы тоже развиваемся внутри модели. И эта модель исчерпала себя. Но проблема для страны в том, что, почему я Соединенные Штаты привожу в пример, что когда начался вот этот конфликт, нарастающий общественного сознания, а оно наиболее развито было вот именно у англосаксов, потому что у них произошла буржуазная революция, до этого они накопили общественное сознание, там 200 лет у них накапливалось вот это вот общественное участие в выборах. На юге там же были в основном французы, не англосаксы. Нет, нет, там ирландцы, французы. И вот эта вот ситуация, ну, северо-восточные штаты Новой Англии, так она называется, Новой Англия. И вот эта ситуация приводила к тому, что вот этот нарастающий кризис мощного общественного сознания, средних, я бы сказал, средних имущественных слоев горожан, то есть как вот у нас сейчас начинается некий вот подъем, и вот то же самое тогда происходило, но в основном наиболее развитых. Так же, как и у нас. У нас, по-моему, Северокавказские республики не поддерживают эти настроения. Ну, они вообще в каменном веке до сих пор. Да, да, их вот устраивает нынешняя система, вполне байская такая система. И это приводит к тому, что вот олигархия, даже если вы побеждаете на выборах, она не признает, она вот не хочет признавать, и она вырывает, вот как у них происходило. Олигархия, вот эта вот сырьевая олигархия, плантаторская хлопка добывающая, производящая, выращивая хлопок, олигархия, она предпочла даже развалить страну. То есть мы откалываем южные штаты, где, кстати, все наши дела, и создаем новое совершенно государство. Раз вы, кстати, у нас вырываете власть, то мы создаем совершенно... Вот я боюсь, что у нас в мозгах нашей вот сырьевой олигархии может такой проект возникнуть, что давайте вот Сибирь выделим в отдельное государство, ну то есть регионы, где у нас основные нефтедобыча, отделимся, и пусть остальная Россия, которая там забунтовала, если она у нас победила. А это неизбежно, это объективный процесс. Победа неизбежна за национально-общественным, буржуазным сознанием. Это во всех странах. Другое дело, что процесс этот вызывает гражданскую войну в той или иной степени интенсивности. То есть она всегда есть. Вот у нас, когда приводят пример Вермарской республики, а у нас и Вермарская республика, это один и тот же процесс, то не надо забывать, что когда национал-социалисты пришли к власти, они полгода только в Берлине восстанавливали порядок. В Берлине был жуткий хаос. Там, по сути дела, бандиты захватили кварталы и устраивали пыточные камеры, выбивали. То есть жутко что-то творилось. То есть распад старой системы управления старой власти. И у меня всегда в этом смысле очень нравился фильм «Мёрдер М». Слушайте, вы сказали, бандиты захватили. Это же как у нас. Нет, это вот когда уже рушится вообще чиновно-полицейская система, уже откровенный бандитизм вырывается. Ну вот как у нас сейчас, Кавказцы какие-то там, Средняя Азия. А у них на самом деле... Дикая дивизия в Москве. Да. А в Германии почему возненавидели так к славянам? В принципе, к славянам было всегда достаточно хорошее отношение. И почему вас ненавидели? Потому что после распада буржуазных революций в Австро-Венгерской империи колоссальное число хорватов, сербов ринулось в Германию. И русских, кстати, после гражданской... Если мне не изменяет память, то около 600 тысяч русских жило в приградах Берлина. Ну вот иммигрант, то есть тех, кого война гражданская выгнала. Там не только белые. Там казачество, все, кто воевали на стороне белых, они как бы расселялись по Европе в первую очередь. И вот там была такая ситуация. И они стали эти этнические преступные группировки. Да. И поскольку они были, в общем-то, менее развиты, и хорваты там особенно отличались, потому что еще в Австро-Венгерской империи из хорватов создавали карательные отряды для борьбы со всякими. Кстати, они очень жестокие, вот как у нас некие кавказские народы. Тоже такие же, вот горская психология. Ну там горы. Да, тоже такая же психология. И возникла вот этот период распада власти, вот этого захвата этими этническими структурами славянскими. Возникла у немцев вот эта обстановка, при которой идеология борьбы вот с этими мигрантами стала преобладающей. То есть на основе таких настроений оказывается возможность строить серьезную политику. Ну потому что это стандартно. Надо указать врага и с ним бороться. Это же сквачивает народ. Поэтому кавказцам не особо позавидуешь. Абсолютно верно. Они будут первым козлом отпущения? Ну, надо сказать, что именно они были одними из тех, кто получил от нынешней модели больше всего. Не надо забывать, что Хасбулатов и приводил сюда чеченцев для поддержки Верховного Совета. Они стояли там с дубинками с этими на Старой площади. То есть и опора на них всегда была. Это не только Путина. Я поэтому назвал дикой дивизией. Да, то есть это вот как до революции у нас казачество использовали для подавления всего и вся. Поэтому они снова в Москве. Сергей Васильевич, вынужден вас прорвать. Оставайтесь с нами. Мы скоро вернемся. Городников, драматург, политэкономист, публицист. Мы рассуждаем и смотрим. Пытаемся, вернее, взглянуть на то, что происходило, происходит и будет происходить в России с точки зрения такого возвышенного анализа, непредвзятого, и с точки зрения исторических перспектив. Сергей Васильевич, смотрите, мы дошли до того, вы описали, откуда все это взялось, как это развивалось и к чему все это пришло, к своему логическому завершению. Ну, давайте теперь не пофантазируем, а попытаемся предположить и найти ответ на два вопроса. Первый, сколько времени осталось? И второй, каковы варианты развития событий? Есть два варианта развития событий. И они определяют и время. Первый вариант предполагает, что во власти начнет осознать, ну, в тех структурах, которые принимают решения, а их немного, этих группах людей, какая-то часть начнет понимать, что действительно модель сломалась, что нужно готовиться к колоссальным изменениям. и начнет каким-то образом пытаться контролировать этот процесс, выстраивать поиск и диалог. Первый звонок, это, по-моему, Навальный, проект Навальный. Нет, Навальный это нет. Это как раз второй вариант. И начнут искать людей, носителей конкретных проектов. И, ну, я бы сказал, опять-таки, вот у нас влюбили, это в 90-е годы, приводить отчасти пример к Германию, да, что в Германии было запущено национал-патриотических проектов в начале 20-х годов, после буржуазной революции 18-го года, кстати, спецслужбами. Было запущено около 30 проектов. И победил национал-социалистический проект, возглавленный Гитлером. Вернее, Гитлера, тут тоже надо не забывать, что Гитлера, на самом деле, приводили к власти. Ему дали только в 31-м году гражданство, вы понимаете, он был исключен вообще из политики информации, как таковой. Это вот у нас раскручено представление, что там Гитлер. На самом деле, у него в 31-м году только дали гражданство. И как раз к участию в выборах канцлера. И власть так это контролировала. Там вот в Германии, в силу того, что у них определенные традиции, такие мощные бюрократические чиновничьи, идущие со времен протестантизма, и прусские такие традиции. И они все-таки стремились контролировать этот процесс, и они создавали некие варианты возможного развития событий. И когда начался вот этот вот распад старого режима, в конечном итоге, вот один из проектов оказался востребованным, и его национал-социалистический проект. Это, так сказать, процесс управляемый. Есть процесс неуправляемый, когда все доводится до... А у нас какие вот из этих проектов сейчас существуют, на вас взгляд? Я думаю, что у нас все проекты провалились. У нас были... У нас пытались создавать проекты, ну... Это справедливая Россия. Справедливая Россия. Гражданская платформа, что еще? Рогозин, да. Либерал-демократическая, классическая. Ну, они все провалились, я согласен. Как сказать, и я даже помню, когда создавались либерал-демократический проект, была инструкция ее... По применению. Да, ну, собственно, очень разумная, кстати, очень продуманная, что вот задача, чтобы либерально-демократический проект, он заменил советскую систему, унаследовав контроль над бюрократией. То есть, это был такой очень продуманный, явно заделанный серьезными аналитиками. А в чем проблема-то? Актеры не подошли. Да, но ситуация, оказалось, вышла из-под контроля, и все эти, как бы, задумки, кстати, не... Потому что тут еще и социальная среда какая. Кстати, вот выкинули всех, кто готов был контролировать, ну, более-менее разумно подходить. И в конечном итоге вот у нас ситуация такая, что все проекты, которые пытались... Ведь как создавались тогда проекты, как бы вот мы создаем, чтобы удержать любой ценой вот то, что мы нахапали. Понимаете? То есть, вот это проблема, что мы должны все-таки в конечном итоге контролировать. Но вы не можете контролировать такие события, когда идет смена моделей. При смене моделей происходит смена самих элит. Ну, это как фазовый переход. Где-то возмущение пошло, все, все полетело. Ну, вы знаете, в этой связи я хотел бы опять сказать, что я первый написал, что у нас произошла буржуазная революция, и еще когда говорил вот в инновационном совете, когда я в аналитике сказал, что у нас буржуазная революция, надо изучать вот как происходили в прошлом. Слава богу, до того времени уже было несколько серьезных. Можно было анализировать, искать общие черты. Мне тогда вот Лебедев возмутился. Да какая там буржуазная революция? Мы модернизируем социализм. Вот идея была, шведский социализм. Вторым человеком, кто буржуазный... Я потом написал книжку «Историческое предназначение русского национализма». Она вышла в 93-м по заказу человека для издания. Но на самом деле вышла в 94-м. А потом второй, кто об этом написал, был Севастьянов. И третьим Гайдар. Когда его уже из правительства убрали, он тогда сказал... Он не понимает, почему никто в правительство, власти не видит, что у нас произошла буржуазная революция. Говорит, сменилась собственность, интересы собственности, идеология власти, правящий класс сменился. То есть... Что вам еще... Управящий класс отчасти сменился. Ну, в принципе... Элиты контролировали, контролируют до сих пор значительную часть. Я бы сказал, что тогда сменилась потому, что появилась семибанкерщина, семибанкерщина, которая на самом деле использует эти вот колоссальные ресурсы финансовые, начала разрушать все структуры пурежные. Она закупала из КГБ лучших специалистов для собственной охраны. То есть создавались некие феоды, собственные феодальные княжи, они развалили всю прежнюю систему. И, кстати, на самом деле мы не унаследовали, я бы сказал. Вот сейчас попытка... Сейчас только идет попытка восстановить некие... Это эрзац идеологии, эрзац справиться. Это не серьезно. Это всегда признак провала и приближения колоссальных потрясений. Они у нас, кстати, еще и идеологические, потому что у нас как только идет упор на православие, это всегда... У нас как раз перед Петром Великим был колоссальный упор на православие. И Петров для спасения государства, Петр провел колоссальные реформы, которые оттеснили православие, заменили его протестантизмом. Власть у нас стала идеологически ориентироваться на протестантизм. Немецкий, главным образом. Там Петр еще радикальнее, он тяготел как раз к голландскому, к альвинизму. А у нас, в силу определенных обстоятельств, элита только признала такое лютеранство. И, кстати, отчасти у нас и цари были главными контролерами этого процесса, потому что у нас все из лютеранских стран брали невесты. В чисто поколение это шел процесс. И вторая ситуация. У нас подъем стал православие, это черносотинство накануне 17-го года. А черносотинство, оно спасло царский режим. В пятом году спасло режим царский. Но, тем не менее, сам царский режим ужаснулся. Вот эта растущая зависимость от таких сил. И в конечном итоге это все привело к 17-му году, появлению нового идеологического проекта, как отрицающего. Вот мы сейчас на пороге того же процесса идем. Вот это растущее влияние православия. Потому что православие это земледельческое мировоззрение. Земледельческое. Это земледельческая цивилизация. Но это религия рабов. Они не зря говорят, что рабы божьи. У нас просто осталось 5 минут. И второй путь. Второй путь это когда действительно появляются у нас Керенские. Вот Навальный это скорее Керенский. То есть Навальный вы не считаете, что это проект той же самой власти? Нет, я абсолютно не считаю. Страхование на флангах. Абсолютно не понимаете, для проекта нужна программа. Для страхования. А Навальный он не человек программы. Он даже не то, что нет. Он ее не способен даже такое слово программа произнести. Как и большинство наших оппозиционеров. Понимаете? Для спасения нужна программа. Вот что вы делаете? Что нужно? Какие нужно запустить механизмы для того, чтобы начался процесс. А Навальный он лишь как бы одну часть элиты готов оттеснить. Но в силу того, что его поддерживают те же самые олигархи, отсутствие программы придет к тому, что он вынужден брать советников, помощников, тех, которые ему будут эти люди давать. И в конечном итоге это просто будет смена одного клана на другой. Да. В сущности. Это второй вариант? Второй вариант. Но смена одного клана на другой. Ну хорошо, но поменяли кланы. А что поменяется в экономике? Дело в том, что второй клан не успеет пройти. Даже как Керенский. Понимаете? При его даже с бандемартистскими замашками он не смог уже удержать, потому что нужно решать проблемы. Хотя бы просто накормить людей. Грубо говоря. Это вы играете пока в свои игры, заговоры там и так знаете. Вы еще можете позволить мыслить, что вы не плюете на остальное население. Это пока нефть высокая, как говорится. Да, да. Но когда начинаются у вас такие вот переходные проблемы, распад всяких структур обеспечения жизнедеятельности страны, так или иначе, начинается бардак в транспорте, начинается бардак с ценами на продовольствие и так далее, так далее, население перестает верить власти. И уже в этой обстановке может появляться некие проекты, которые... Пролететь что-то, говорит, с левого поля. Нет, ну, грубо говоря... У левого условно. Это в бейсболе, так как раз говоря. Ну, грубо говоря, для того, чтобы старое здание сломать, нужно, чтобы пришел бульдозер, его сломал, да? А потом приходит архитектор, становится востребованным архитектором, и надо создавать новое здание. Вот здесь вот Навальный, тот же бульдозер, который, кстати, должен вот старое здание, вот в данном случае даже не старое здание, а старую власть. Получается, что те элиты, которых представляет Навальный, они просто ослабят систему еще дальше. Да. И просто не успеют ничего сделать. Абсолютно верно. У них не будет времени для того, чтобы выстроить новую систему. Ну, плюс они еще не способны выстраивать. И абсолютно верно. Еще и они не способны. Они не способны к созиданию, в принципе. И в этой ситуации у нас все будет зависеть уже от субъективного фактора. То есть, как говорил этот еще и Маркс, и Ленин повторять, что любая революция, на самом деле, хаос, он может продолжаться бесконечно. Он перерастает в революцию, когда появляется субъективный проект. Субъективная идеологическая политическая сила. То есть группа людей, которые... А какая сила может стать такой? А мы сейчас, я бы сейчас не стал на эту тему разговаривать, потому что, на самом деле, здесь этой силой может стать буквально небольшая группа людей. Потому вот, если вы помните такое замечательное высказывание Милюкова, он в 20-е годы в эмиграции написал воспоминания в мемуарах, что в феврале 17-го года большевиков никто всерьез не воспринимал, потому что всех большевиков можно было усадить на одном диване. Понимаете, вот... Но это люди абсолютно не понимающие, что... У большевиков, извините, у меня тоже было мощнейшее финансирование и со стороны США. На чьи деньги они все это делали? Ну, вы знаете, вот я... Меня это всегда умиляло, вот это вот заявление, что немецкий генштаб... Нет, немецкий, США финансируют. Даже США. Но меня это всегда умиляло тем, что... Ну, хорошо, вот приходит Ленин к власти, да? И говорит, а пошли вы все нафиг. Я все... Я у власти. Это революционная власть. И пошли вы все, я отказываюсь от всех обязательств. Нет, а, видите, их интересы в России подстраховывали морские пехотинцы. Ну, вы знаете, их тоже выгнали, этих морских пехотинцев, потому что... После того, как все устояло. Потому что любой сильный человек, он не хочет ни с кем делить власть. И сильные люди, возникающие в такие пертурбации, это очень сильные характеры, как правило. И Ленин всех переиграл. Я считаю, он гениально сыграл. То есть, он всех обманул и установил в конечном итоге, выстроил тот режим, который он считал нужным. То есть, проект, который он еще разработал в начале 20 века. Весь его проект был разработан еще до 5 года. Ну, да. И вы считаете, что его тельце лежит в мазолее? Или, может быть, там другой тельце лежит? Нет, я считаю, что Ленин гениальный человек, великий человек. Он такой же сыграл роль, как Павел. Сергей Васильевич, было очень интересно. Огромное спасибо вам за передачу. К сожалению, время передачи подошло к концу. У нас в гостях был Сергей Васильевич Городников. Драматург, политэкономист, публицист, философ и политик. Программа Вилла Степана Димура. Удачи вам всем.